Славян Добрый день, дорогие зрители. Я профессор Даунтаунского университета проблем славянских народов. Углубленно изучив жизнь и бит древних славян, я сегодня хотел бы рассказать вам непосредственно, что есть такое славяне, как национальность. Сейчас расскажу вам. Итак, земледелие и скотоводство были славянам уже тогда очень хорошо известны, поэтому они ими не занимались. Несмотря на то, что утро считалось самым трудным временем для славян, они находили в себе силы собираться небольшими группами по три человека и усиленно о чем-то соображать. Да. Отсюда и пошло крылатое выражение соображать на троих. Касаемо славянских мужчин, они вели преимущественно ночной образ жизни. То есть днем они не спали, а ночью гуляли, освещая себе дорогу под глазными фонарями, которые они умело наставляли друг другу кулаками. Славяне были очень бедные люди. И вместо носков они носили портянки. Особенно бедные славяне носили одни портянки на двоих. Есть, на двоих одни портянки. Такие славяне называли однопартийцы. Новый год славяне очень сильно любили праздновать в Пане. Они его праздновали очень долго. И тот день, в который они все-таки возвращались в себе в семьи, для их жен был самый настоящий праздник, который по сей день так и называется, 8 марта. Спасибо. Славяне очень любили называть Новый год именами различных животных. Например, козла или свиньи. Хорошо отпраздновав этот праздник, славянский вождь рано утром внимательно смотрел на свое изображение в зеркало. Окей, какое животное он там видел, так и называли поступивший год. Некоторые неудоумения вызывают у меня тот факт, что туристы всего мира очень сильно удивляются итальянской пизанской башне, которая, вы знаете, стоит немножко криво. Дело в том, что в славянских деревнях в таком состоянии находятся абсолютно все строения. А также основная часть взрослого населения. В славянии были заядлые грибники, они любили собирать и готовить грибы. Но прежде чем пробовать, они давали попробовать, но не очень любили собаку, давали пробовать тощче. Если она эти грибы съедала и продолжала веселиться, такие грибы назывались съедобные. А если она синела, и в нее из рта, извините, пена полезла, такие грибы назывались полезные. Есть мнение, что именно славяне вместе с индусами придумывали шахматы. Это было некоторое разделение труда. То есть индусы придумывали шахи, а славяне... За детьми славяне обычно ходили в капусту, а за хорошим настроением в коноплю. После чего лезли в берлогу в медведя, убили ему морду, играли на гуслях и все вместе искали смерть кощая в яйце. Свадьбы славяне гуляли неделями, месяцами и даже годами. Нередко супруги расходились раньше, нежели гости. Во время праздников славяне веселились и водили веселые хороводы. В дни траура они водили грустные хороводы. Также во время праздников они еще сильно веселились и прыгали через подожженный соседский амбар. Yes. Самые коротконогие выбивали уже в четвертьфинале. Исходя из всего сказанного, я хотел бы посоветовать абсолютно всем, ни в коем случае не делать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, а макароны закусывает хлебом, победить невозможно. Извините за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!